Он спасал жизнь и теперь ему нужен ремонт. Два года назад украинские врачи-волонтеры запустили беспрецедентный в мировой практике проект «Кровемобиль». Это специальная машина, которая доставляет компоненты крови на передовую. Экипаж наездил уже более 40 тысяч километров и спас около двух сотен солдат и гражданских, которые могли бы умереть от кровопотери. Машина и ее начинка работали на износ, а сейчас наступило время менять старый кровомобиль на новый. Какие суммы нужны и где их собираются искать волонтеры, выяснял Владимир Задирака. Если успеть помочь раненому с большой кровопотери в течение часа, то его шансы на выживание повышаются. Именно так передвижная операционная по переливанию крови «Кровемобиль» уже спасла до 200 солдат и гражданских. Многие из них не выдержали бы многокилометрового пути в госпиталь. Эта технология, считают волонтеры, пригодится не только на фронте. Эти проекты будут жить и после того, как, дай бог, война закончится, потому что это все медицина катастроф. То есть, бывают катастрофы не только на войне, но бывают и техногенные катастрофы, бывают аварии. Сейчас на платформе народного проекта запущен целевой сбор 450 тысяч гривен. На эти деньги волонтеры намерены создать еще одну новую мобильную реанимацию и четыре передвижные машины для сбора донорской крови. Также нуждается в обновлении оборудования действующего кровемобиля. То есть, мы отрабатываем концепцию, когда медики могут привести кровь пострадавшему. Первая передвижная реанимация проекта «Кровемобиль» делалась умельцами вручную. Волонтеры намерены и сейчас сэкономить, но не на качестве, а на затратах. Представители народного проекта обещают отчитываться перед жертвователями за потраченные деньги. Администрировать и реализовать проект будут благотворительный фонд «Девосвит» и Ассоциация молодых доноров Украины. Ассоциация молодых доноров Украины